Сенсационное открытие перевернуло представление ученых о космосе. Недавно в соседней с нами Солнечной системе была обнаружена планета, в пробах грунта которой нашли живые бактерии. По всем космическим законам они должны были погибнуть, ведь считается, что радиация и отсутствие кислорода делают планету непригодной для жизни. Самое поразительное открытие принес метеорит Мерчисон из Австралии. При глубоком анализе среди его частиц были найдены органические соединения. Это значит, что камень прилетел с какой-то планеты, где тоже есть жизнь. Изучив множество подобных метеоритов, ученые обнаружили в них компоненты человеческого ДНК. Из космоса упали камни, которым когда-то, возможно, прикасались люди. Другие люди. И, возможно, они приложили руки не только к камням. Многие катастрофы и, казалось бы, не связанные между собой происшествия заставляют задуматься о том, что нашим миром управляют извне. Экспедиции программы «Тайны мира» с Анной Чапман нашли секретные материалы и следы внеземных цивилизаций на нашей планете. Абсолютный вакуум, разреженная до минус седьмой степени среда. Программа «Тайны мира» получила уникальную возможность испытать в этих жестких условиях многоцелевой космический скафандр «Орлан-МК-3». Вот это черное. Должна стоять на цифре 4. О-ка. Надо работать. Поняла. «Орлан-МК-3» защищает космонавта от любых агрессивных условий внешней среды. Проникновение всех видов волн надежно экранируется при помощи новейших технологий, разработанных российскими учеными для будущего полета на Марс. Когда первый космонавт открыл дорогу в космос, все человечество замерло в ожидании. Все ждали встречи с инопланетными видами. Советские ученые регулярно отправляли в космос радионослание, чтобы установить контакт с другими цивилизациями. Радиограммы говорили о величии Ленина и СССР, но не в этом суть. Ответ был получен, но с неожиданной стороны. 12 апреля этим кадром аплодировал весь мир. Поехали! Зрители услышали голос первого космонавта в истории человечества. После возвращения на Землю Гагарин давал интервью, рассказывал о своих впечатлениях от полета. Задражал всем своим корпусом и медленно, очень медленно, оторвался от старшего устройства. Гагарин говорил о том, как красиво со стороны наша планета, как необычное ощущение невесомости. Но что на самом деле увидел первый в истории человечества космонавт, когда вышел за пределы земной атмосферы? Сейчас мы располагаем уникальными документами, которые хранились в архиве президента России. Возможно, они помогут нам открыть, если не все тайны космоса, то, по крайней мере, загадку гибели первого космонавта. То, что космонавты видели вот эти объекты, это однозначно. Но теперь надо из них вытянуть эту информацию. У меня были душевные разговоры с Георгием Михайловичем Гречко. В такой приватной беседе он кое-что какими-то намеками так мне рассказывал. Игорь Барклай считает, что пора отбросить условности. Ведь таинственные объекты, о которых умалчивают космонавты, могут нести опасность всей нашей планете. Необходимо всем сесть за стол и выработать хотя бы стратегию своего дальнейшего отношения или построения этих отношений с инопланетными представителями разума. Люди, посвященные в секретную часть космической программы, информированы намного больше. Мы постараемся узнать, почему военные скрывают правду о космосе. Держаться за то, что жизнь только, разумная жизнь только у нас на планете, ну, это полнейшая глупость. Все, что невозможно объяснить, становится секретным. Гагарин отправился в космос более полувека назад. Но до сих пор доступ к документам о первом полете открыт только для избранных. Лишь недавно часть материалов была рассекречена. И касаются они не полета в космос, а таинственной гибели Гагарина. Попробуем разобраться, что на самом деле произошло в тот роковой день. 27 марта 68-го года Гагарин отправился в тренировочный полет. Вместе с ним вылетел инструктор, командир полка Владимир Серегин. Герой Великой Отечественной войны, летчик, совершивший сотни боевых вылетов. Однажды он смог посадить самолет, у которого не выпустилось шасси. Он выходил из таких ситуаций, в которых невозможно выжить. Но не в этот день. Наша съемочная группа отправляется на место тех событий. Мы должны выяснить малейшие детали авиакатастрофы. Многие очевидцы обратили внимание на необычный объект, который находился рядом с самолетом в момент падения. Из-за леса вылетел огненный шар, начал потихоньку двигаться. И в это время пролетал самолет рядом. Вот одни говорят, что вроде бы прямо было касание самолета с огненным шаром, а другие говорят, нет, касания не было, но было резко сближение. Антонович как сказал? Летел, я, говорит, кулю дрова. Вот. Новиков, он лесник был. Вот, кулю дрова, говорит, до мной, говорит, самолет летит, визжит, говорит. Я, говорит, поглядел, слышал, вот, бух, взрыв, и, о, белый шар. Версию местных жителей о том, что на пути опытных пилотов возникло некое препятствие, подтверждает и военный летчик-испытатель Марина Попович. Что-то помешало, сильно помешало. Я 625-й, зону 20 освободил. Прошу выход к третьему. Высота 4200. Ругательный болезненный. Занимайте высоту. Тысяча со снижением. Гагарин сказал, понял. И столкновение с землей 45-57 секунд. 27 марта 1968 года на месте трагедии работали лучшие в Союзе эксперты-криминалисты. Они обследовали буквально каждый сантиметр. Помимо обломков самолета, они искали следы другого летательного аппарата. Вот цитата из рассекреченного документа. Выводы комиссии. Исходя из анализа обстоятельств летного происшествия и материалов расследования, наиболее вероятная причина катастрофы – выполнение резкого маневра для отворота от шара зонда. Странный объект – официально признанная реальность, которую от нас долго скрывали. Уходя от столкновения с ним, пилоты и совершили роковой маневр. Попробуем поэтапно восстановить картину последнего полета Гагарина. Далее в программе. Уникальный эксперимент. Раскроет ли разумный космос тайну гибели первого космонавта? Конечно, это не шаровая молния, а, очевидно, что-то инопланетное. С чем столкнулся Гагарин в последнем полете? Ну, не может самолет так перемещаться. И впервые за полвека Валентина Гагарина ответит на вопрос, что же случилось с ее мужем. Я расстроил все тайны. Естественно, в зоне регулярных полетов военных самолетов под Новоселово ни о каких метеозондах не могло быть и речи. Воздушное пространство охраняли и проверяли очень тщательно. Тем не менее, пилоты перед гибелью сообщили в радиоэфир о таинственном объекте. Исследователи называют это явление плазмоид или солитон. Это солитон, безусловно, солитон. Вихрь электромагнитный в своей оболочи, который живет своей жизнью. Если внутри колоссальная энергия, то, конечно, она имеет возможность выйти за пределы этого солитона. Считается, что подобные электромагнитные вихри появляются во время грозы и геологических сдвигов. Но в этот день небо было ясным, землетрясений не отмечено. Если иметь в виду, что под НЛО чаще всего как раз имеется в виду вот эти огненные шары, то да, можно сказать и так. Мы попросили прокомментировать это происшествие военного эксперта Александра Плаксина. На протяжении многих лет он занимался исследованиями плазмоидов и других электромагнитных явлений. Военные ведомства давно собирают информацию о происшествиях, связанных с этими объектами. Возникала метка на экране, сопоставимая с самолетом. Она как бы баражировала, преследовала самолет, двигалась по азимуту, двигалась по высоте. Потом так же, как внезапно появлялась, так же внезапно исчезала. Большинство людей даже не подозревают, как часто с этим явлением сталкиваются современные летчики. Для авиации вот эта проблема плазменно-светящихся образований является очень актуальной. Это значит, что практически каждый летчик за много лет полетов встречался с светящимися образованиями. Нашей программе удалось найти пилотов, которые согласились рассказать о том, что видели многие их коллеги, но хранят в тайне. Военный летчик Андрей Журавлев рассказал, как однажды чуть не разбился, приняв светящийся шар за посадочные огни. Я увидел свечение, ну, как от посадочных фар, но это очень сильное свечение. Знаете, такая нарастающая скорость, ну, не может самолет так перемещаться. Тем более она висела на одном месте. Пилоты рассказывали нам в приватной беседе, что всем им известно, откуда взялись эти объекты. Вот только говорить прямо о том, что в небе они встретили инопланетные корабли, летчики не любят. Однако с 70-х годов в ВВС была секретная директива, обязывающая пилотов докладывать начальству о каждой подобной встрече. Это работа ВКБ Илюшина. Я читал документы летчиков аэрофлота, что сопровождает самолет, тот же Ил-18, неопознанный летающий объект. Конечно, это не шаровая молния, а очевидно, что-то инопланетное. Итак, объект, с которым столкнулся в небе самолет Гагарина, способен вывести из строя радио и навигационные приборы. Эксперты полагают, что приближение к нему может повредить рассудок и даже убить. Однако в случае с Гагариным возникает вопрос, почему именно первый космонавт стал жертвой такого таинственного и необъяснимого наукой явления? Что он увидел и почему так дорого за это заплатил? Юрий Гагарин и Владимир Серегин в небе над деревней Новоселу столкнулись с необъяснимой силой, с чем-то, что выбило их, опытнейших пилотов, из колеи. Они не смогли даже катапультироваться. Попытки наладить связь с другими планетами делались на протяжении всей космической программы. Так в 62-м году при помощи мощной антенны в Евпатории ученые отправили в космос радиопослание на азбуке Морзе. Оно содержало всего три слова – мир, СССР, Ленин. Тогда казалось, что эти термины будут понятны в любой точке Вселенной. Ученые верили, что где-то рядом живут другие, похожие на нас люди. До сих пор сигналы обнаружены не были. Вот. Одна из причин в том, что, может, они передают не в радио, а в какие-то другие сигналы. Радиосигналы – действительно не самый эффективный канал связи с космосом. Послание, отправленное с Земли, возможно, и достигнет обитаемых планет, но через десятки тысяч лет. Еще столько же необходимо, чтобы дождаться ответа. Самым эффективным способом связаться с пришельцами ученые считают телепатическую связь. О том, что она существует, известно с древних времен. В мире немало экстрасенсов и телепатов, но мало кто знает, что при Министерстве обороны существует секретное подразделение, в котором этим занимаются ученые. Здесь разработали особую методику и утверждают, что научились общаться с космосом по-настоящему. Сегодня генерал-лейтенант Савин, руководитель экспертно-аналитического отдела управления Генерального штаба вооруженных сил и его коллега Валентина Иванова, впервые готовы рассказать про этот необычный эксперимент. Вся информация, которая существует не только на Земле, но и на Вселенной, она хранится в особых базах данных космоса. Надо договориться с теми, кто храняет эту базу данных, чтобы они туда пропустили. Либо сами дали вот эту информацию. Человек проходит специальную подготовку. Его задача научиться отпускать собственное сознание и настраиваться на космос. Чем меньше человек анализирует, проанализировать можно потом. А сейчас, чем меньше анализирует, тем точнее мы получаем ответы на задаваемые нами вопросы. Итак, у нас появилась уникальная возможность. Сотрудники центра позволили нам с помощью их контактера задать вопросы пришельцам. Тем, кто управляет таинственными огненными шарами. Тем, кто, возможно, погубил Юрия Гагарина. Причина смерти Юрия Гагарина. Так, ну, больше не уйдет. Причина смерти, она была предопределена изначально, еще до того, как полетели. Его никто не забирал, они разбились сами, в машине были неполадки. Если это так, то, вероятно, Гагарин увидел нечто большее, нежели космонавты, полетевшие вслед за ним. Мог ли он рассказать об этой встрече? Если да, то наверняка только близким людям. Но за 50 лет они не сказали ни слова. Только нашему корреспонденту удалось поговорить с женой Юрия Гагарина. Впервые за полвека Валентина Ивановна вышла на разговор. Скажите, вот, просто очень много вот этих всяких, которые пишут и говорят, что там Юрий Алексеевич чуть-чуть не приезжает к вам домой. Что? Пусть пишет, пусть говорит. Может, когда-нибудь и приедет, все вам удобно. Далее в программе. Как связаны гибель первого космонавта Гагарина и летчика-испытателя Балуева? Он вышел с фигуры и с креном 70 градусов, ничего не меняя, вошел в землю. О чем говорят таинственные знаки на полях? И кто автор этих пиктограмм? Пиктограммы интересные. Три круга там были. Сенсационная находка нашей экспедиции. Эксперты не понимают, кто оставил высокотехнологичный материал в чистом поле. Это излишки, излишки гостей из параллельных миров. Что оставляют космические корабли, потерпевшие крушение на Земле? Приходилось пинцетом, потом магнитом. Все собирать металлические детали от этого разбившегося. Я расстроил все тайны. Самолет первого в истории космонавта разбился по вине необъяснимого с научной точки зрения явления. Машина была исправна. Пилоты прошли предполетную подготовку. Единственная причина гибели, согласно официальной версии, некий шарообразный объект. Как поведет себя пилот, если встретит в небе светящийся сгусток энергии? На этот случай нет точных инструкций. Что опасней? Подлетать к загадочному объекту? Или резко разворачиваться? Или сохранить прежний курс? Никто не знает, как спастись от шаровой молнии. Краснодарский край, станица Отрадная. Сюда мы отправляемся для того, чтобы изучить обстоятельства не менее загадочной авиакатастрофы. Расследованием этой аварии до нас никто всерьез не занимался. Самолет под управлением опытнейшего летчика разбился без видимых причин. Почти как гагаринский МиГ-15. Эти места с давних пор преследует дурная слава. Сейчас наша экспедиция пройдет по смертельному маршруту, которым следовал разбившийся летчик. Станица Отрадная. Маршрут в ту сторону. Так, включаем тумблеры. Вот в интернете. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Примерно так же летчик-испытатель Анатолий Балуев вел и свой самолет. Пилота со стажем более 30 лет считали настоящим асом. В семье Балуева все летчики. Его дочь тоже управляет самолетом. С ее помощью мы можем узнать, что же произошло в тот роковой день. Не верилось, что это случилось именно с папой. Хотелось видеть его живым. Когда приехали, когда увидели останки самолета и папиной, конечно, все стало понятно. Тайну гибели опытного пилота Балуева пытался раскрыть его друг, писатель и уфолог Вадим Чернобров. Он уверен, разгадка кроется в необычном хобби летчика. Балуев, он стремился подлететь поближе к светящимся шарам. Если он что-то замечал, то, скорее всего, конечно, это были иного. Возможно, последний полет Балуева закончился встречей с одним из таких светящихся шаров. Или его погубило другое увлечение? Ведь летчик изучал и другое, не менее загадочное явление. За год до смерти Анатолий Балуев сделал сенсационные снимки. Он первый заметил таинственные знаки, которые стали появляться на полях Краснодарского края. Он изучил место, где приземлилась, так сказать, в НЛО. Папа первый делал фотосъемку. Пиктограммы интересные. Три круга там были. Удивительные такие. Мы полетели с ним вместе, с Агафонычем, и летали, фотографировали вот эти знаки на полях. И он рассказал, говорит, вот понимаешь, Оль, ну не может быть это действительно так, потому что мы не можем быть во Вселенной одни. Эти знаки не поддаются однозначной расшифровке, но возникают в разных местах со зловещей регулярностью. Исследователи, в том числе и военные, называют их пиктограммами, то есть символами, которые явно что-то обозначают. Обычно они появляются там, где накануне видели неопознанный летающий объект. В этих краях летчики встречаются с ними чуть ли не каждый день. Очень многое здесь тема, которая для нас, в общем-то, закрытая. Придет время, конечно, чего-то мы узнаем. Эти две катастрофы очень похожи. И Гагарин, и Балуев ушли в штопор на исправных самолетах и при хорошей погоде. В обоих случаях нет документов, которые могли бы объяснить случившееся. А в объяснение, которое лежит на поверхности, просто трудно поверить. Гагарин ничуть не погиб. Может быть, он до сих пор и жил. Его похитили, будем говорить, темные силы. На месте гибели Юрия Гагарина исследователям делать нечего. До них здесь прошли сотни хорошо обученных специалистов и известных органов. А вот на поляне, где разбился самолет Балуева, мы, пожалуй, впервые изучили каждый сантиметр. Нам помогал Николай Цицорин, который профессионально изучает подобные катастрофы. На таких объектах обычно находят какие-то странные породы, например, металл, который при 40 градусах температуры просто начинает плавиться. Это достаточно разнообразная форма, возможно, от какого-то внеземного корабля. Мы отдали камни специалистам и получили сенсационное заключение. Оказывается, в поле мы нашли слитки кристаллического кремния. В чистом виде в природе он не встречается, зато используется в сверхсовременных космических системах. По внешнему виду это кремень. Он не является частью осадочных пород четвертичного происхождения. А принесен откуда-то и по возрасту он приблизительно полезойский. А полезойский это около 430 миллионов лет. Чтобы получить кремний в чистом виде, необходим как минимум специальный завод. В Краснодарском крае такого нет. При этом значительный процент кремния содержится в почве. Но чтобы добыть его прямо на месте, нужны технологии, которых человечество пока не знает. Оказалось, этот кремень, что удивительно, он магнитный. Вот этот кусочек, да, вот этот кусочек, вот он горячий был. Это значит, внутри примеси какие-то есть. Для каких целей инопланетному кораблю понадобилось это вещество? Чтобы разобраться, как устроен инопланетный корабль, наша съемочная группа отправляется в Приморский край. Здесь в 1986 году произошло уникальное событие. Потерпел крушение неопознанный летающий объект. И спецслужбы не смогли полностью скрыть этот факт. 29 января на вот эту высоту упал металлический шар. Здесь находились девчонки, которые катались здесь на льду. И они видели, как шар медленно поднимался и опускался в течение, получится, шесть раз. Ну вот здесь, на этом месте, я находил металлические шарики. Заходило с пинцетом, потом магнитом. Все собирать металлические детали от этого разбившегося ногу. Сначала Валерий Двужильный опасался, что обломки заберут сотрудники КГБ, которые вскоре прибыли на место падения неопознанного летающего объекта. Однако Валерию разрешили оставить себе несколько фрагментов. Впоследствии он отправил их на экспертизу сразу в несколько лабораторий по всему миру. Результат не вызывает сомнений и подтвержден документами. Исследованное вещество имеет внеземное происхождение. Здесь находится самая большая ценность, это кусок обшивки от НЛО. Валерий Двужильный уверен, светящиеся шары, сгустки энергии, которые ученые называют плазмоидами, всего лишь видимая часть инопланетных кораблей. Выхлоп из двигательной установки. Далее в программе. Чем закончилась встреча Николая Второго с шаровой молнией? И почему сгустки энергии атакуют телецентр Останкино? Цвет менялся от ярко-желтого до пурпурно-желтого цвета. Что за ангелы летают над городом Красный Лиман? И чем приглянулись пришельцам промышленные районы Донбасса? Это было вдоль неба, такое, как огненный меч, ангелы, ангелы. Кто метнул копье Зевса в жительницу города Энгельс? И как выжить при ударе шаровой молнии? Раскат грома прогремел, прям страшный. Я расстроилась в те тайны. Ученые до сих пор не могут дать объяснение природой шаровых молнии. Свечащийся шар сгусток энергии. Примерно так их описывают очевидцы. История знает лишь несколько случаев, когда человеку удавалось выжить при столкновении с ними. Но те, кто выжили, открыли в себе сверхъестественные способности. Шаровые молнии приходят к людям с древнейших времен. И, что удивительно, к совсем непростым. Александр Второй Освободитель и Николай Второй видели один и тот же светящийся шар. Вот как вспоминал об этом последний русский император. Вдруг стало совсем темно, когда порыв ветра распахнул врата церкви и потушил свечи перед иконостасом. Я увидел, как в окно влетел огненный шар. Шар покружился на полу и вылетел через дверь. Мое сердце замерло от страха, и я взглянул на дедушку. Но его лицо было спокойно. Все знают, что в грозу высокие деревья и здания со шпилями притягивают молнии. А вот шаровые молнии почему-то тянутся к местам великих потрясений. Октябрь 93-го года. Москва. Штурм телецентра Останкино. Многие демонстранты заметили, что здание атакует светящийся шар. Затем шар переместился к храму, который находится в 300 метрах от Останкинской телебашни. Он направлялся с определенной скоростью, и внезапно он действительно столкнулся с церквью. Останкино – высокотехнологичный комплекс, который, по идее, надежно защищен от попадания молнии. Но шаровые молнии уже не первый раз атакуют именно храм Востанкино. Действительно, как шаровая молния залетела, и вот какой-то урон небольшой, по крайней мере, испуг, какой-то у прихожан был. В 2011 году многие жители города Краматорска в Украине видели в небе сияющий шар. В городе его тут же окрестили Ангелом над Лиманом. Я сначала подумал, что это солнце так светит, но солнце, оно круглое, а это было вдоль неба, такое, как огненный меч, ангел, ангела, что ли. Таинственное явление повторялось несколько дней, так что увидеть его и поснимать на камеры мобильных телефонов успел почти весь город. В Красном Лимане сняли шаровую молнию именно в виде ангела. Видео тоже выложили, это было где-то или в 2010-м, или в 2009-м, я не помню. Искусственные шаровые молнии, созданные в лабораториях, ведут себя совершенно иначе. По физическим свойствам они идентичны природным плазмоидам, но последние словно бы имеют зачатки разума. Действия шаровых молний и правда вполне осмысленны. Одних они убивают, других изучают, к третьим прикасаются, а у кого-то просто вырывают куски плоти. Мария Мертина, педагог из детского приюта в городе Энгельсе Саратовской области, показывает отметины, которые оставила на ее теле шаровая молния. Древние называли это копьями Зевса. Современные ученые недалеко ушли от античных коллег. Они не могут объяснить, что именно произошло с девушкой. Неожиданно где-то вдалеке, примерно где деревья туда немножко подальше сверкнуло очень ярко. Потом вот громыхнуло и вот на этом моменте я больше ничего, к сожалению, не помню. Но такая была яркая вспышка и очень вот раскат грома прогремел. Прям страшный. Год назад Мария и ее муж ехали на машине по пустой трассе. Их ослепила внезапная вспышка. С неба сорвался огненный шар и пролетел между супругами. Удар был такой силой, что автомобиль задымился. Мой мозг отключился, сознание полностью, без сознания. И еще после этого я два дня была в реанимации в бессознательном состоянии. На теле были ожоги, на руке, на теле, на голове шрам. Я сначала не поверилась, что такое может быть вообще. Мощнейший электрический разряд убивает человека за долю секунды. Но смертельный удар молнии пришелся на образ Божьей Матери на груди у Маши. От иконы практически ничего не осталось. Мария считает, икона спасла ей жизнь. У меня вот было две цепочки, вот у меня осталось буквально вот такой вот огрызочек. Далее в программе. Какие угрозы несут человечеству инопланетные технологии? И смогут ли военные защитить Землю? Нашу Землю рассматривают как лабораторию для испытаний Землям, людей. Кто принес жизнь на планету? И какие тайны скрывают метеориты, прилетевшие из глубин космоса? Когда он упал, распространился сильный запах органических веществ? Зачем советские моряки изучали загадочные объекты в море? И почему описания этих встреч до сих пор засекречены? Эскадра такая вот наблюдала море, выход свечения моря, затем выход такого диска диаметре 70 метров. Я расстрою все тайны. Наша программа расследует обстоятельства и причины гибели первого космонавта планеты Земля Юрия Гагарина и последовавших затем событий. Мы выяснили, секретные ведомства почти полвека собирают данные обо всех таинственных и необъяснимых событиях, происходящих на Земле. На борьбу с инопланетными угрозами бросили лучшие умы советской армии. В генштабе появилось секретное экспертно-аналитическое управление, которому была поставлена задача подслушать переговоры инопланетян. Оказывается, основания для создания такого подразделения появились еще до начала космической гонки. Военные моряки часто сообщали своим командирам о таинственных объектах в море. Описывали огромные дискообразные машины, которые взмывали из-под воды. Эти объекты обладали сверхманевренностью, недоступной человеческим творениям. Но только сейчас о работе секретных подразделений согласились говорить сами военные. Первая официальная структура по изучению неопознанных космических объектов была создана на флоте. Ежемесячно делались сводки начальнику Главного разведывательного управления в Комитет Государственной Безопасности. То есть эта деятельность была официально признанной. Секретное подразделение открыли при Генштабе военно-морского флота. Вот по какой причине именно в воде вдали от людей корабли пришельцы встречались чаще всего. Таким образом появилась версия о том, что НЛО используют водоемы в качестве естественного укрытия. Эти машины способны летать и находиться под водой. Именно во время всплытия их чаще всего замечали моряки. И вот когда поступает доклад о том, что там эскадра такая наблюдала море, выход свечения моря, затем выход такого диска диаметри в 70 метров. Данные со всех подразделений армии попадали к очень узкому кругу лиц. Бывший полковник ракетных войск Виталий Правдивцев говорит, что наши военные многому научились, наблюдая за пришельцами. Занимаются, они прекрасно это знают. И они, конечно, афишировать это не будут. Космос общается на другом уровне. Эксперты говорят, что подобными исследованиями занимались и в США. Их главным источником познания в первую очередь являлись полеты в космос. Проследить ход событий мы можем и без доступа к секретным документам. Весь мир с интересом следил за космической гонкой. Советский Союз запускает в космос человека, а следом США. Беспилотные корабли отправляются на Луну, Венеру и Марс. И все эти годы под крылом Генштаба работает секретный отдел. Аналогичные центры были созданы при американской НАСА. А странные объекты вдруг стали преследовать ученых, которые выполняли секретные заказы армии. Профессор Владимир Никитский в свое время участвовал в лунной программе СССР. Видел космический корабль, видел там экипаж. Энлоунафты немного были отличны. Большие глаза, вытянутые сколы, мискафандров. Но существуют параллельные миры. И поэтому в других измерениях параллельно с нашей цивилизацией, с нашим миром может быть жизнь. Не так давно весь мир узнал о сенсационном открытии ученых в Великобритании. Они много лет занимались исследованием метеоритов. Их внимание привлек известный крупный метеорит под названием Мерчисон. Он упал в 1969 году в Австралии. Люди, которые присутствовали при падении метеорита, говорили, что когда он упал, распространился сильный запах органических веществ. Ученых давно интересовали именно такие метеориты, содержащие органические соединения. Этот факт указывает на то, что жизнь на Землю скорее всего попала вместе с одним из таких же космических осколков. Но Мерчисон оказался особенным. Эксперты пытались исследовать его и раньше, но лишь несколько лет назад появились технологии, способные разложить химический состав буквально на молекулы. Ученые обнаружили, что он содержит органические вещества, аминокислоты, амидокарбоновые кислоты, вещества, которые свидетельствовали о наличии в нем жизни. Мы буквально разбивали его на фрагменты для того, чтобы понять родительскую структуру, чтобы прочитать код химической эволюции, которая происходила в Солнечной системе и которая могла стать источником жизни. Тщательный анализ метеорита Мерчисон, упавшего в 1969 году, показал, в нем содержится генетический код человека. Ученые задались вопросом, а могут ли такие же метеориты занести жизнь и на другие планеты? Все организмы строятся по очень похожей модели. Мы используем аминоклеиновые кислоты, мы используем сахара, мы используем липиды, мы используем аминокислоты, например, протеины. И к удивлению, вся эта химия отражена в метеоритах. В нас содержатся все те органические соединения, которые содержатся в метеоритах, что наводит на мысль о взаимосвязи между внеземной жизнью и вероятным происхождением жизни на Земле, то есть, по сути, происхождением человека. Существует теория, согласно которой жизнь во Вселенной не возникает сама по себе. Возможно, ее точно споры космические объекты переносят от планеты к планете. И, возможно, делают это вполне осознанно, воплощая некий замысел галактического размаха. Нашу землю рассматривают как лабораторию для испытания землян, людей. На Земле проводится эксперимент. Естественно, что меня заинтересовало, а кто его осуществляет, а кто за ним наблюдает, а какая его продолжительность. Но в таком случае выходит, что наши инопланетные гости приходятся нам дальними родственниками, носителями похожего ДНК. Но для каких целей поставлен этот эксперимент? С помощью этих НЛО те, кто наблюдает за развитием нашей цивилизации, наблюдают, что мы делаем, какие новые виды оружия изобретаем, испытываем, как мы наказываем сами себя, взрываем атомные бомбы. Везде ведется контроль. Военные признают факт угрозы. Но, очевидно, на сегодняшний день нам нечего противопоставить технологиям, которые опережают человеческие на миллиарды лет. Это проблема уже ни одного государства. Это межгосударственная проблема. Мы должны сейчас спрогнозировать и предложить варианты взаимоотношений с возможными инопланетными объектами. О реальности космической угрозы сейчас говорят на полном серьезе. Популярный международный проект Викиликс подтвердил, что вторжение на землю инопланетян разведчиков уже началось. Если верить этой информации, боевые космические корабли уже зафиксированы навигационной системой, базирующейся на Аляске. Возможно, это и есть финал эксперимента, который проводили те, кто занес жизнь на землю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok